Возвращаемся после рекламы и продолжаем сводку происшествий. В криминогенном плане прошедшая неделя была относительно спокойной. Тяжких преступлений в сводке не значится, но один эпизод все-таки заслуживает внимания. 30-летний житель Клинского района обратился в полицию и заявил, что в гаражном кооперативе его чуть не убил неизвестный мужчина. Он угрожал, а в руке держал предмет, похожий на пистолет. Злоумышленником оказался пенсионер, хранивший пушку в своем гараже. Валентина Мордовина продолжит. Эта история произошла в соседнем Высоковске. Пенсионер Геннадий Кульков купил себе сигнальный пистолет, но оставил себе не для сигналов. Своими руками он переделал его в настоящий огнестрельный. А вот где мужчина взял боеприпасы, вопрос уже глобальный и драматический. Боеприпасы, это я давным-давно еще, после Чеченской войны, их можно было купить, где хочешь. На любом рынке, там, несколько штук у меня было. У Геннадия была вмятина на машине. Он обратился к автослесарю, чтобы устранить ее. Заплатил за ремонт 9 тысяч. Результат не устроил заказчика. И чтобы не церемониться, достал пистолет. Я не выдержал там, пугнул его. Вытащил пистолет. Затвор полностью я не передергивал. Затвор только до половины. Патронов в патроннике не было. Я сказал, что твоя машина. Сейчас к лесу прострелил. Нет, не моя. Ну и все, я убрал. Гараж нападавшего похож на личную оружейную палату. Оперативниками было обнаружено и изъято 10 патронов различного калибра, заготовки деталей оружия. Экспертиза показала, что все патроны пригодны для стрельбы и возбуждены уголовные дела, соединенные в одно производство. По угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей боеприпасов и незаконное изготовление оружия УК РФ. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Идет следствие. Только по официальным данным на руках россиян более 6 миллионов огнестрельных единиц. Это значит, что на каждую сотню жителей приходится 9 стволов. С 2016-го изменились правила регистрации гражданского оружия. Теперь это можно сделать даже через сайт госуслуги. И по врачам придется побегать. Кроме офтальмолога, терапевта и психотерапевта необходимо представить справку от нарколога и результаты анализа на психотропные вещества. А вот правила хранения по большому счету не изменились. Оружие должно храниться в запирающихся на замках сейфах, металлических шкафах или ящиках из высокопрочных материалов. При этом участковый имеет право проверять условия хранения зарегистрированного оружия не реже одного раза в год. Валентина Мордовина, Дмитрий Кириллов. Новости дня.